приветствую друзья на связи андрей жариков вчера александр и принцев руководители компании альфа кэш провел конференцию на которой озвучил не очень приятные новости для инвесторов компании по сути это можно назвать техническим дефолтом но нет эта ситуация я уверен более чем что ситуация временная чтобы понять что же все-таки произошло предлагаю вам посмотреть часть выступления александра или принцева где он объясняет суть проблемы давайте все разберем по полочкам что было за последние практически полтора месяца ну хотя у многих я знаю что проблема с выводом только неделю-две да ну есть люди у которых сожалению это приют занял дольше смотрим хронологию событий думаю многим из вас известна биржа одна из самых крупнейших битфайнекс это одна из топовых бирж на ней достаточно было комфортно работать и на самом деле от мирового оборота криптовалютой это достаточно существенный кусок занимает именно эта компания именно эта платформа именно эта биржа проблема случилась в определенный период когда в июне в ходе тех работ вы их все помните компания старалась перейти именно уже на работу без посредников на это и были направленная часть этих работы и смена как бы протоколов папе то есть ну менялись технические составляющие работы платформы в том числе и связанные с битфайнексом и хранением средства ним сейчас секундочку ребят я проверю связь мы просто отключили чат потому что нагрузка может быть слишком большая если еще будут миллионы сообщений в секунду поэтому я сейчас уточню ребят все отлично хорошо продолжаем и так в технические работы июня как раз отчасти входила работа с api и в июне происходит следующее битфайнекс блокирует средства и начинается долгое разбирательство на самом деле это было не так критично и выводы продолжались вообще чтобы примерно вы понимали ситуация следующая так или иначе при работе компании всегда возникали будут возникать какие-то вот такие проблемы мелкие но если эта проблема единственная и только вот данная то ее можно решить потому что средства хранятся и на других биржах и есть запас в мерчанте и есть хранение как бы резерва поэтому такие ситуации возникали возникали довольно часто то есть то там средства заморозят то там долго не выходят но всегда уходил находилась возможность для финансового департамента как-то это перекрыть для пользователей это было незаметно в этот раз несмотря на то что на битфайнексе по сведениям финансового департамента достаточно существенная сумма в процентах от всего капитала компании но никакой причины для волнения не было об этом даже не сообщалось и об этом сам не знал началось долгое разбирательство в принципе биржа на абсолютно легальных правах запросила сведения по компании сведения по ну по тем учетным записям на которые зарегистрированы аккаунты попросили происхождение средств это в принципе стандартная политика она больше свойственна банкам да это мл то есть политика по отмыванию денег и знает своего клиента и войси эти протоколы не вполне нормальные для банков на бирже иногда тоже к ним прибегают собственно это проблема стану изначально компании не показалось большой работы по разморозке аккаунта продолжались в этот момент выплаты шли тех работы тоже продолжались это был просто от первое звено в цепочке событий идем дальше что же происходит потом поскольку разбирательство с битфайнексом затянулись была необходимость в том чтобы начать изменения в резервах то есть часть капитала в некоторых альткойнах токенах было необходимо компании продать чтобы пополнить текущие резервы на выплаты чтобы поддерживать работоспособность компании ну вы понимаете что компания достаточно большая и сотрудников большое количество делов большое количество все это нужно содержать поэтому часть резервов начала ну то есть какую-то миграцию подробности я не знаю но я думаю что нам предоставят подробный отчет ближайшее время мы это увидим собственно с других бирж начали выводиться средства часть активов продаваться и здесь мы получили следующий уже следующую цепочку звене событий в этот момент перегрузка идет по сети эфира ну многие из вас знают я не буду сюда вставлять данные по перегрузке вы их все видели то есть если отправить разовую транзакцию с высокой комиссией с газом там сотни тысяч что да она дойдет но для компании как вы понимаете это тысячи транзакций часть из них маленькие ну при перегрузке сети это было невозможно на данный момент тоже абсолютно не было никаких причин для волнений потому что перегружать сеть долго невозможно виталий бутерин в последнем своем сообщении если вы видели он похвастался что злоумышленникам это стоило порядка 15 миллионов долларов в сутки если не ошибаюсь да вот это вредоносная атака на сеть в принципе тоже никаких причин для волнений то не было потому что сеть рано или поздно оживет но были опять же проблемы с транзакциями то есть часть крупная в эфире которая необходима для для того чтобы эфир продать на бирже сконвертировать в другие валюты и перевести уже их тоже наблюдалась проблема крупные суммы эфира они вообще не ходили то есть больше 500 единиц эфира с такой сетью отправить мы практически невозможно идем дальше что происходит у нас дальше компания абсолютно понимает то что цепь этих событий хоть и не критично но она доставляет неприятности уже инвесторам часть инвесторов получала выплаты даже не заметила этого но часть не получала мы это знаем в том числе мелкие транзакции по тому же эфиру они могли ходить крупные к сожалению нет при этом накопилась определенная ситуация связи с конъюнктурой рынка когда компания временно вводила внутренние курсы на валюту временно ограничивала продажи на портфеле в этом случае уже компания подготовила крупные активы достаточно которые были выдернуты с других бирж на то чтобы пойти уже навстречу пользователям и изменить текущий настрой эмоциональный у лидеров и у партнеров хотя на данный момент еще к июлю к началу в принципе я не заметил чтобы прям были совсем крупные волнения у лидеров но так или иначе компания пошла на этот шаг была открыта продажа портфелей как вы знаете был биржевой курс приведен внутри платформе на биржевому и сняты были ограничения по разовому выводу то есть если раньше мы подвергали спам атаки на выводы компания ограничила вывод чтобы ну человек чтобы разово ставил в рамках лимита сколько ему нужно и дожидался уже выплаты этих средств чтобы подать новую заявку это ограничение тоже сняли по сути мы вернулись к условиям августа 2017 года что собственно неплохо ну единственно убрали изменилась с августа 17 года именно инвестиционная цель но как вы понимаете для тех людей кто заходил в декабре по бешеному курсу в разы выше чем сейчас достичь инвестиционной цели в 200 процентов учитывая курс но было бы невозможно правильно поэтому все улучшения которые компания вводила они были только как бы к лучшему и здесь обвинять компанию было бы некорректно так вот что у нас происходит к июлю вот к середине июля до к сегодняшнему моменту в принципе ситуация складывалась к тому что компания уже пошла на встречу тех работы по большей части завершились и не было попросили компанию больше не закрывать кабинеты к сожалению большому чтобы не нервировать пользователей потому что некоторые совершенно не готовы идти на встречу компании начинают выражать недовольство поэтому тех работам для них постоянно это сюрприз хотя компания постоянно уведомляет заранее на e-mail ну в общем к середине июля уже планировалось что средства вернуться непосредственно с битфайнекса с криптовалютной биржи и компания сможет выплатить проданные портфели и для этого подготовила огромные резервы уже на выплаты что происходит дальше эти крупные резервы уже уже были готовы для того чтобы выплаты массово осуществить то есть в планах компании было за неделю примерно закрыть все обязательства по текущим выводам большим маленьким по продажам портфелям и тому подобное но произошла следующая вещь что собственно сейчас случилось смотрите суть выплаты все идут через посредника мерчанта то есть эта компания посредник которая занимается обработкой транзакций компания получает как бы сухой в сухом остатке непосредственно инвестиции от пользователей взамен же опять же через мерчантов выделяют крупные средства на распределение их уже между клиентами и партнерами это под номером ты под номером три у нас было среди посредников да к сожалению по тех работам мы лично с лидерами просили уже компанию остановить закрывать кабинеты и это не дало возможность завершить уже переход на альфа пэй задача уйти от посредников она у компании была изначально но по сути создать свой собственный coinbase ну это уровень этой компании такой нбс примерно это тоже мерчант мы сотрудничали с ним свое время тех работа не успели завершиться и в этом месяце в июле как и ну в прошлых работа шла именно через мерчант через посредник это данный момент стала проблемой именно номер один не бирже не курс не какие-то еще другие заключения сейчас проблема есть по сути только одна одна большая это именно посредник что образ что по сути получилось что компания coin payments являясь достаточно давно нашим партнером провели провела через себя объемы компании на десятки миллионов долларов на данный момент вот чтобы вы понимали компания выполнила своих обязательств между перед инвесторами и партнерами на сумму более 50 миллионов долларов то есть 50 миллионов долларов это те деньги которые компания выплатила выплатила виде процентов выплатила в виде продажи портфелей которые были не ограничены долгий период времени потом были ограничены частично так или иначе эти деньги которые компания выплатила как бонусы партнерам, которые достойно и великолепно работали и благодаря именно нам компания поднялась на достаточно высокий уровень это миллионы и миллионы долларов, которые прошли через эту компанию и не было никаких малейших сомнений, что так будет и дальше продолжаться, что может быть какая-то проблема разумеется, этот посредник он брал за каждый платеж свой определенный процент и несмотря на то, что это маленький достаточно процент, но он брал в обе стороны, как на ввод, так и на вывод и это достаточно внушительная сумма, это большие деньги и не было причин переживать, что этот партнер может поступить как-то недоброкачественно и обмануть со своей стороны сейчас наши юристы бьются с этим партнером потому что на данный момент вот так выглядит их сайт я сегодня все покажу, расскажу как с этими ребятами можно пообщаться и дам инструкцию, которая может помочь компании в текущей ситуации смотрите, что происходит вот эти ребята CoinPayments являясь достаточно давно партнерами компании держали каждую копейку которая входила и выходила из компании разумеется, они на этом неплохо зарабатывали и в ходе последних технических работ компания пыталась уйти на свою собственную систему именно приема и распределения денег это элементы одного из крупнейших продуктов компании Alphapay или Alphapayments для сайтов по сути, как родились вообще вот эти продукты перспективные компании Alphapay и Alphapayments да именно так, то что компания волновалась что существенная часть средств она находится не в компании идет не через компанию и то, что нужно платить процент за каждую операцию это была лишь маленькая проблема для компании потому что прибылью всегда можно поделиться главное это сберечь средства и держать их в безопасности и как вы знаете нам когда мы только начинали когда мы вели переговоры именно как сообщество CryptoPrice компании нам давали повышенные гарантии на то, что не будет со стороны компании никого там скама, обмана и тому подобное и на данный момент это действительно так все средства крупные движения капитала которые компания осуществляет они возможны только по мультиподписи и в ней участвует несколько человек и по моему условию одному из самых важных крупную часть транзакций была необходима часть моей мультиподписи то есть я своим ключом мог только одобрить какую-то большую транзакцию компания взамен уже отчитывалась о распределении работе средств поэтому разумеется со своей стороны я тоже крупную достаточно транзакцию уже на осуществление выплат которые последний месяц шли с проблемами по техническим проблемам независимым от компании эта транзакция была мной подписана и средства как обычно как это собственно и всегда работало ушли на перечисление уже в coinpayments после этого мы стали наблюдать задержки со стороны именно coinpayments как посредника на выплаты в свою очередь конечно же мы получаем претензии каждого инвестора претензии каждого партнера и я сам разумеется тоже отчасти переживаю отчасти не переживаю потому что никогда проблем подобных не было все затяжные вопросы по выплатам отмена крупных каких-то платежей то есть мы видим то что сам посредник не осуществляет выплаты он получает грубо говоря по технической недали недавательства он получает как бы приказы ордера на выплаты выплаты не осуществляются резервы в нем лежат балансы лежат крупная часть средств сразу на несколько месяцев вперед на продажу всех портфелей большинства почему проблема как нам пояснял всегда посредник в том что сеть эфира лежит какие-то перегрузки и тому подобное но спустя неделю как бы терпение конечно же кончилось мы поставили определенный жесткий ультиматум произвести выплаты либо вернуть средства взамен компания финансовый отдел который занимается непосредственно работой с финансами получает вот такое письмо кто знает английский читайте сами сейчас уточним по связи собственно департамент получает данное письмо а как вы видите high alpha cash и собственно вот в этом письме компания coin payments утверждает что наши средства точнее компании а если совсем точнее ваши потому что это те средства которые пошли идут на выплаты непосредственно заморожены заморожены причем без возможности восстановления и собственно сейчас ведется какое-то расследование непонятное и в конце собственно нас обвиняют мошенниками и скамом сказать то что представители финансового департамента были в шоке это не сказать ничего то есть у нас без шанса восстановления как они и утверждают отбирают средства после года работы с огромными суммами утверждают что мы мошенники мне кажется мошенники в данном случае далеко не со стороны компании люди разумеется это никакой не приговор это никакой не там ультиматум окончательный что происходит сейчас разбираются адвокаты компании разбирается финансовый департамент и лично я тоже не дожидаясь каких-то событий разумеется адвокаты привыкли решать дела по-своему бумажками переписками но эти ребята полностью игнорируют какие-то письма по тикетной системе внутри кабинета они продублировали свое обвинение сообщили то что аккаунт заморожен средства не восстанавливаются я в свою очередь с адвокатами компании планирую выдвинуться в офис к этим коллегам бывшим и решать вопрос уже любыми доступными средствами средства в данный момент у них и происходит следующий момент то что поскольку технические выплаты шли через них то есть сейчас даже ну технически невозможно сотрудники сейчас подключили другой сервис но он не обладает таким такими возможностями для массовых выплат и средства опять же находятся в coinpayments поэтому в данный момент выплаты могут быть пока только единичными ждем либо подключение другого сервиса либо возможности уже работать через собственный сервис alpha pay но технические работы к сожалению это и по нашей отчасти вине мы не дали компании завершить некоторые партнеры устраивали истерику мы на нее повелись в общем компания не успела перейти на собственные механизмы по распределению выплат буквально за несколько недель до вот этой вот ситуации но опять же ничего критичного сейчас нет давайте рассмотрим что вообще происходит то есть несмотря на то что на выплаты отправлена существенная часть капитала есть все равно часть резервов она еще остается вопрос технической ее работы ну сейчас решается и разумеется произошел еще случай у нас Bitfinex да средства которые лежат на этой бирже они точно так же в принципе должны быть отвоеваны компании это отчасти может быть и хорошо что Bitfinex начал тоже со своей стороны запрашивать документы и обоснование деятельности и в общем прочее 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 то есть по сути Bitfinex требует от нас чтобы мы доказали что мы не террористы ну в принципе задача реализуемая и еще один забавный случай произошел с биржей BTC бывший в данный момент это VEX ребята кто знает у этой биржи сейчас тоже проблемы отчасти ну кто совсем близок как бы инсайдеры говорят что в данный момент происходит рейдерский захват этой биржи и ну админа в данный момент чуть ли не физически щимит поэтому средства компании тоже которые на этой бирже находились это не такие большие деньги но так или иначе с выплатами проблемы ребят ну вот кто пользуется ну можете подтвердить потом да мои слова в данный момент крупные суммы с VEX вывести практически невозможно надеемся опять же что все будет хорошо по крайней мере в прошлый раз когда это было BTC которая отчасти ну повредила работу Estrade в свое время да ну надеюсь в этот раз они тоже смогут выйти из ситуации и на этих биржах как только будут разморожены опять же доступны к выводу средства мы имеем возможность опять же часть средств компании увидеть что касается coinpayments сейчас мы разберем ребят что будет дальше давайте сразу я постараюсь вам сейчас рассказать что есть по сути это можно назвать техническим дефолтом но нет это эта ситуация я уверен более чем что это ситуация временная благодаря юристам компании либо другим средствам любым которым мы сейчас будем прибегать чтобы эту ситуацию изменить и вернуть средства компании надо будет лететь в офис Сингапур значит летим в офис Сингапур надо их искать уже там с помощью спецслужб будем искать спецслужб в любом случае это чье-то решение это чистый саботаж от мерчанта и мне конечно не хочется думать но я переживаю что вот это письмо оно было абсолютно мошенническое и диверсионное с их стороны зная то что отчасти не без их вины и не без вины технической со стороны сети эфира у нас были проблемы с выплатами пускай не со всеми но все равно проблема была возможно опять же зная что компания планирует подключить собственный сервис и уже миллионы долларов из их компании будут выведены и больше они не будут получать процент от каждой транзакции возможно кто-то из лиц принимающих решения в этой компании Coin Payments пошел даже на такие шаги такие мошеннические скамовые по отношению компании пользователям никаких связей других кроме сугубо деловых с этой компанией у нашей компании нет то есть учредители это разные люди создатели разные люди работают они достаточно давно но репутация у них в принципе была хорошая конечно же я думаю для них это достаточно существенный урон если у тебя такой клиент как Альфа но это не повод конечно же хвататься и пытаться заморозить деньги мы будем разбираться и на это необходимо время на это необходимо время я не могу сказать сколько но будьте уверены что это не конец то есть это не конец это временная ситуация которая решится так или иначе то есть так или иначе то что они закроют свою платформу избегут с криптовалютой ну я не знаю у них в декабре хранили средства компании в разы больше они тогда себя так не повели будем надеяться что это решится но прямо на совсем ближайшее время я думаю что объективно рассчитывать не придется то есть компания ждала достаточно длительное время мы надеялись что ситуация разрешится я в полном как бы объеме информацию узнал только вчера только вчера потому что я уже вылетел из России чтобы вести переговоры чтобы мне давали ответы которые я в свою очередь могу дать вам потому что ну вы понимаете что перед вами я все таки ответственный в этом направлении сейчас в принципе ситуация понятна она ясна вам я ее передал абсолютно точно как есть о тех событиях которые будут происходить дальше я надеюсь что это вопрос решится и решится быстро но ребята вас для адекватности тоже прошу ну понимать то что возможно на это понадобится время неделя месяц ну трудно сказать будем смотреть в любом случае компания настроена только на честную работу и со стороны компании в этом случае вообще никакой вины нет не в том что биржи морозят средства не в том что coinpayments почему-то пытается украсть наши деньги не в том что сеть эфира висит не в том что рынок упал там в 3-4 раза вины компании в этом нет я надеюсь вы это понимаете вы можете помочь на самом деле даже необходима помощь каждого из активного партнера каждого из активного инвестора даже если вы не были совершенно привязаны компании плевать вы на нас хотели но ваши средства у нас так или иначе сейчас попали в эту ситуацию нужна ваша помощь сейчас ничего писать не нужно ребят я просто в общих чертах даю как бы вектор того что необходимо будет сделать подробную инструкцию я напишу сегодня и попрошу компанию разослать компания вообще против того чтобы вмешивались пользователи и все надеется решить адвокатами но ребята мы понимаем что мы работаем с криптовалютой и и тяжело юридическими путями путями чего-то добиться если можно то это суды а международные суды это очень долгий процесс поэтому я буду со своей стороны делать все возможное чтобы ситуацию решить теми способами которыми я найду и в первую очередь мы используем силу нашего сообщества для того чтобы этих мелких жуликов завалить сейчас таким объемом требовании писем и что-то вроде гарантийных писем что компания вне подозрений выполняла все свои обязательства до того момента как вы не заблокировали деньги хотя бы так начнем ну и параллельно будем искать это лицо принесшее решение конкретно поступить так с компанией ее аккаунтом и используем все меры которые используем для тех кто любопытно я знаю что конечно же многие не воспримут эту причину как бы сразу не нужно мне верить то есть для тех любопытных всяких блогеров которые только и могут что перетирать кости другим людям и компаниям потому что сами себя ничего не представляют и сказать им нечего если вы являетесь таким блогером то не знаю уважайте какую-то этику журналистку и прежде чем что-то писать свои мысли домыслы по этому поводу вы можете проверить факт достаточно легко то есть для любопытных это первый ну первый вариант просто подтвердить блокировку и затребовать ее причину то есть если вы обратитесь coinpayments как в компанию они должны вам в принципе ответить и вы можете спросить подтвердить мои слова действительно ли заблокирован аккаунт или нет если действительно заблокирован то ну пожалуйста объясните причину это для любопытных для тех же кто в команде и кто ну хочет чтобы компания работала жила средства выплачивались будет необходимо написать письмо в непосредственно в мерчанта coinpayment и затребовать вернуть средства платформе форму я дам ребят чуть попозже мне нужно проконсультироваться с адвокатами потому что адвокаты компании очень не хотят чтобы я вмешивался потому что боятся моего импульсивного характера поэтому нужно будет его согласовать я дам форму в ближайшее время смотрите как это можно будет сделать ребят пожалуйста пока ничего не пишите чтобы мы сделали все правильно да чтобы сейчас не поторопиться просто как это будет выглядеть смотрите заходите вот этот сайт коммуницируют они только через него данные своего офиса они удалили данные своего телефона они удалили электронную почту даже по которой с ними можно коммуницировать на сайте они удалили поэтому оставив один только источник коммуникации с этими они оставили только вот такую тикетную систему то есть тикетная система вы пишите какое-то обращение ей присваивается номер вы этот номер можете проверять вот по этому сайту вот так выглядит собственно все на английском языке надеюсь вы его знаете если что зарегистрируйтесь даже у этих ребят посмотреть кто они что они что не предлагают смотрите вверху здесь и есть красной стрелкой указано new support ticket то есть там можно создать новое обращение выбираете его после того как вы его написали ниже кнопка check ticket status то есть вы сможете посмотреть статус обращения скорее всего он будет порядка недели как эти свиньи делают с нами то есть мы пишем обращение компания пишет обращение я лично сам как физлицо пытался тоже написать проверить что они мне ответят ответ был простой аккаунт заблокирован все ничего больше я затребовал в дальнейшем диалоге объяснить почему то есть я как абсолютно посторонний человек это написал они мне пока ничего не ответили я думаю что у вас тоже они в ближайшее время вам не ответят но мы должны сейчас показать им силу то что нас много то что просто так молча украсть средства не получится что каждый из нас инвесторов или партнеров подаст на них в суд что от ответственности они не уйдут пока ничего не пишем пока не придет инструкция на электронную почту либо в социальной сети ее не увидите я планирую сделать что-то вроде того что каждый партнер напишет ну кто он представится напишет что он является достаточно длительное время пользователям платформы кто уже в далеком плюсе кто давно окупился еще по началу года да полгода назад можете указать это нужно указать то что платформа всегда выполняла свои обязательства никаких претензий к ней нет и только вот в данный момент из-за того что вы блокируете аккаунт происходит эта ситуация если все-таки злой умысел у coinpayments есть я думаю что они пытаются сейчас наоборот проблему выплат просто направить на нас чтобы разъяренные инвесторы и пользователи именно именно парализовали работу нашей компании но я считаю что сейчас нужно этот момент использовать сказать правду всем инвесторам партнерам что происходит и уже направить праведный гнев инвесторов пользователей уже на непосредственно этих мошенников по чьей вине сейчас выплаты нет и тогда я думаю что если они увидят такую массовость то что проблема я надеюсь быстро решится опять же форму дам чуть попозже ну и конечно же ребята я хочу попросить у вас прощения хоть нет ни моей прямой вины ни вины даже компании в этом но раньше информацию мы дать не могли потому что некоторые детали я сам только сегодня узнал от компании потому что уже в наглую прилетел и требую объяснений первые проблемы которые были с битфайнексом с нагрузкой сети мы вообще не считали их за проблемы это должны быть временные неприятности поэтому раньше мы в принципе не смогли бы сказать и даже последние недели вот в течение июля практически да начиная с самого начала проблема есть с коинпейментсом но если бы мы раньше сказали что даже если бы только к лидерам вышел с высоким статусом и сказал что счета заблокированы то могло произойти что паника то уже началась везде все уже знают как обычно тогда бывает всякие негативные новости они разлетаются как чума по грязной Европе поэтому была вероятность что слух везде разошелся негативный а выплаты возобновились в полном объеме и было бы просто очень глупо но к сожалению ситуация не решилась за это время сейчас уже обладая получив от компании объяснение какие-то детали письма опять же с информацией что действительно аккаунт заблокирован то есть все эти средства все эти данные показаны сейчас собственно вот что текущая ситуация выглядит именно так итак если подытожить господин репринцев заявил что платежная система coinpay итак если подытожить господин репринцев заявил что платежная система coinpayments объявила о заморозке средств компании альфа кэш по подозрению мошеннических действиях господин репринцев заверил что руководство компании будет делать все необходимое для разморозки средств но как мы понимаем для этого потребуется время ну и значительные усилия и когда это произойдет конечно прогнозировать очень сложно и чем это все закончится вопрос остается открытым следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был Андрей Джариков всего доброго ну и наконец-то он а